Мощный взрыв с не менее мощными последствиями. Два человека погибли и четверо были ранены накануне вечером в столице. Неизвестный заложил взрывчатку в мотоцикл, припаркованный у входа одного из телеканалов. Оба погибших сотрудники МВД. Один бывший в момент взрыва он проходил мимо. Второй действующий он охранял народного депутата Игоря Масичука, который как раз вышел на улицу вместе с политологом Виталием Баллой. Они ранены, как и женщина, которая также находилась неподалеку. О состоянии пострадавших чуть позже. Сейчас давайте посмотрим, как произошла эта трагедия. 10 часов вечера. Киев, улица Адама Мицкевича. Наружная камера телеканала «Эспрессо» фиксирует, как из здания выходят трое мужчин. Через секунду в 10 метрах происходит мощный взрыв. В эпицентр попадают 4 человека. Через несколько секунд видно, как пострадавшие от взрыва лежат на земле. Среди них нардеп от радикальной партии Игорь Масичук. Первым во время взрыва погиб прохожий, 36-летний Михаил Мормель. Он оказался подполковником МВД в отставке. Его последняя должность в правоохранительном ведомстве – главный инспектор департамента юридического обеспечения. В 2015 году он уволился по состоянию здоровья. Жил в этом районе. Уже в больнице скончался и 31-летний охранник Масичука Руслан Кушнир. Бывший беркутовец принимал участие в событиях Евромайдана. У мужчины остались беременная жена, 4-летняя дочка. В прокуратуре Киева заявили, он сотрудник патрульно-постовой службы полка особого назначения «Киев-1». Также от взрыва пострадали. Нардеп Игорь Масичук, которого увезли в частную клинику «Борис», политолог Виталий Бала и прохожая. Их доставили в государственные медучреждения. Все трое сейчас находятся в больницах с травмами разной степени тяжести. В прокуратуре Киева заявили, сработало взрывное устройство, прикрепленное к мопеду. По мнению взрывотехников, это была самодельная бомба, смонтированная на базе автомобильной сигнализации. Использовали около полкилограмма тротила. По версии следствия, транспортное средство оставили у входа телеканала за несколько минут до самого происшествия. Это был выбуховый пристрей направленной деятельности. Потому что вот эти кульки 7-мм, они пошли с певным радиусом. Працует следствия оперативная группа, которая продолжает их собирать и выключать. Певная количество этих кульок находится и в телах потерпелых. В СБУ происшествия квалифицируют как теракт. А столичная прокуратура рассматривает несколько версий. Первая версия – это замок на убийство Масильчука, которое было организовано спецслужбами Российской Федерации. Вторая версия – это политическая деятельность пана Масильчука, его общественная позиция внутри нашей страны. И третья версия – замок на убийство Масильчука на особистом грунте. Но мы не отходим и другие версии. Впрочем, с Масильчуком связаны не только политические события и скандалы, но и истории с рейдерством, вымогательством, крышеванием и даже разбоем. В сети выложили видео еще 2014 года, когда нардеп вместе с добробатами ворвался в один из офисов компании в Донецкой области. Более того, в правоохранительных органах Масильчуку приписывают связи с криминальными авторитетами. Блядь, что ты наделал? Сука, застрелуйся! Застрелуйся, дурак! Также, по данным силовиков, нардеп имеет определенные интересы в сфере нелегальной добычи янтаря в Ривненской области. Масильчук был фигурантом сразу нескольких уголовных производств. Его обвиняли в хулиганстве, применении насилия и вмешательстве в деятельность судебных органов. И даже во взяточничестве. В сентябре 2015-го бывший прокурор Виктор Шокин на заседании парламента показал видео, где Масильчук озвучивает стоимость депутатского запроса, а также получает взятку за помощь в предпринимательской деятельности. Я тебе рассказываю. Ну, минимум 100 тысяч гривен нести надо. Минимум. Для отримания лицензии. Тогда с Нарнепа сняли неприкосновенность и взяли под стражу прямо в сессионном зале. Это уголовное дело расследуется до сих пор. Александр Васильченко, Алина Зеленская, Иван Матриченко, Вячеслав Ролов. Подробности телеканал Интер. После взрыва и ранения Игоря Масильчука на второй план отошел скандал вокруг лидера его партии. Хотя еще вчера вся страна бурно обсуждала радикальное везение Олега Лешко, который пояснил полмиллиона гривен доходов благосклонностью фортуны. И судя по декларации, она улыбнулась ему трижды. Правда, пользователи соцсетей сразу же предположили, что за этой удачей на самом деле кроется нехитрая схема легализации незаконных доходов. Лешко, как оказалось, трижды выиграл в лотерею. И не каких-то там 15 гривен на новый билет, а больше полумиллиона. Хотя, по словам радикала, он обогатился даже не за счет лотерейных билетов, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги Чемпионов. Проверить это невозможно, ведь национальная лотерея, в которой якобы и повезло радикалу, не имеет права разглашать информацию о выигрышах без согласия участников. На ПК, которое и должно изучать доходы и расходы чиновников, а также проверять легальность заработков политиков, лишь обещает установить источник полумиллионного фарта главного радикала. Нардеп Сергей Каплин назвал выигрыш Лешко очередной декларационной аферой и добавил, что обратится по этому поводу в антикоррупционные органы.